После Великой Французской революции мода кардинально изменилась. Тяжелые платья с громоздкими корсетами уступили место легким воздушным нарядам. Талия поднялась, декольте опустилась, а рукава стали едва заметными. Эта новая мода не была случайным явлением. Она символизировала стремление к свободе и возвращение к естественности. Стиль, получивший название «амперное» от слова «империя», был принят не только во Франции, но и в других странах. Однако откровенные наряды светских дам быстро стали объектом насмешек. А в России моду критиковали также за то, что она не соответствовала местному климату. Несмотря на это, светские дамы приветствовали новый стиль. Среди них была и Жозефина Багарне, супруга Наполеона. Став императрицей, она стремилась выделиться из толпы королев прошлого, и новая мода помогла ей в этом. Ампирная мода продержалась до начала 1820-х годов, когда на смену ей пришел викторианский стиль с огромными кринолинами, жесткими корсетами и пышными рукавами. Я Ирина, эксперт по оптовым закупкам в Италии. Здесь про моду, Италию и бизнес. Подписывайтесь!